Привет, бро! Привет, товарищи! Честный быстрый обзор на Dark Nemesis Лут за 3 дня. Посмотрим графу, геймплей, скиллы, режимы. Итак, давай по графе. То есть у меня стоит для моего телефона это максималка, но саму максималку выставить почему-то нельзя. То есть если я иду в графику, и у меня стоит повышенная FPS, но графика стоит высокая. Всё на максималку я выставить не могу, у меня тогда падает FPS. С чем связано, не знаю. Возможно на компьютере через эмулятор будет по-другому, можно выставить максималку. Ну да ладно. Персонаж у нас. У меня класс это Стрелок. Всего в игре 4 класса. Воин, Мак, Ассасин и Стрелок. И на 80 уровне будет открыта смена класса. За это я считаю разработчиком большой лойс. То есть если ты наигрался, либо тебе класс не понравился, у тебя есть возможность его сменить. Это хо-ро-шо. То, что много крыльев, это плохо, но это лично моя вкусовщина, это мой обзор. Я не люблю крылья, не хочу крылья, но от этого никуда не деться. Буду искать крылья, может, не такие большие, чтобы они были, ну, не такие выражались на моём персонаже. Я всё-таки люблю больше своего персонажа без всяких прибабахов, без всяких прибамбасов. По навыкам. Что интересного у нас тут есть? А есть у нас у каждого класса 3 стиля. И переключаться между этими стилями мы можем бесплатно, когда захотим. И в зависимости от ситуации. На стрелке 3 стиля. Это кибершквал, урон по мобам. Очарование это пвп 1 на 1. Абсолютный 0 это групповое пвп. То есть, да, мы уже идём как более саппорт. Я играю на нём. Выбирал я его, потому что, ну, он выглядит прикольно. То есть это различные замораживающие эффекты. Всякие ледышки на везде расхерачивают, пофигачивают. Плюс на ульте есть несколько режимов ульты. То есть, когда мы накапливаем ярость. То есть, второй режим, да, она расхерачивает во все стороны. И на третьем уровне ярости просто вулканище взрывается. Когда ты играешь 1 на 1, да, прикольные скиллы. Когда будет больше трёх игроков, наверное. Хрен ты чё увидишь. На, приглашают вас в группу Мираж. Блин, не могу пока. Ай-яй-яй. А так бы надо сходить. Надо, надо, надо. Ладно. Давай пробежимся по геймплею. И, наверное, куда-нибудь сгоняем, да? В какой-нибудь заказ на босса. Сходим на 20-го босса. В бой 67 тысяч. У меня, по-моему, побольше. Проблем с ним быть не должно. Автобой есть на многих режимах. Вообще, в принципе, все ПВЕ режимы автобойные. Но бывают такие моменты, когда ты заходишь на босса, либо заходишь на Мираж, и кнопки авто отсутствуют. Её просто нет. Ты играешь ручками. И за это, я думаю, тоже неплохой лосик. Так, расхирали мы данного босса. И давай ещё одного сгоняем. Почему бы нет? Накидаем ему на Кисулю. Или от Кисулю. Потом посмотрим уже, что у нас есть по улучшениям, по зачарованиям. Питомцы, не питомцы. Есть, кстати, уклонение. И это классно. Это намёк на, возможно, очень даже годное ПВП. Вообще, есть такие игры, которые поначалу идут очень стрёмные. Там, как бы, например, Гвардинсов Клоуди, Мир 4. И они раскрываются уже более ближе к Хайлэл. Там больше режимов интересных, больше ПВП активностей, больше гильдейных активностей. И это тоже надо учитывать, то, что не все игры со старта будут очень интересные. Возвращаемся обратно. То есть, по ПВЕ режимам я не буду как-то делать акцент. Они все автобойны, они все стрёмные. По ПВП режимам я буду делать, наверное, отдельный обзор. Почему? Потому что их пока мне не удается посмотреть. В полном объёме. Меня интересует последняя. Это Королевская битва и Массовый бой. Они, к сожалению, у меня пока не доступны по серверному времени. Сразу, ребята, предупреждаю, выбирайте ЕУ сервер, чтобы у вас не было больших различий с вашим часовым поясом. То есть, у меня Московское время, я играю на ИСТИ-6. Это моя роковая ошибочка. Да, к сожалению. Итак, что у нас есть ещё по приколюхам, кроме нашего замечательного персонажа? Есть у нас различные духи. Есть даже духи рарненькие. Они, кстати, прикольные. На них мы, кстати, передвигаемся. То есть, есть различные мишки, мотоциклы. И вообще, сама стилистика игры такая киберпанковская, наверное. Плюс очень много различных синергий между духами, синергии между компаньонами и прочими. То есть, компаньон у нас ещё есть. То есть, у меня пока вот фиолетовый звёздный козерог. Он также там прокачивается, повышается, и вейкается, и кощет. Чего только не делает. И есть у нас уже более такие прикольные, рарные. Назваем их, будем их эпические. Тут мне приглянулись. Сейчас я покажу тебе интересных. То есть, вот котик. Такой сыщик. Классный, прикольный. То есть, ну, видно, что заморочились. Робота, его, кстати, можно выиграть. Сейчас попробуем покрутить рулеточку. Боец с бродячими коровами. Ну, то есть, ну, пизда вам бродячие коровы. Такой парень вылетает. Вряд ли вы спасётесь. И есть у нас прям красный-красный компаньон. И прям вот это мне чем-то напомнило, наверное, Ангела на старте Гвардинсов Клоуде. То есть, там тоже был такой, типа, имбический компаньончик. Ну, и крылья у нас различные есть. Да, большие и стрёмные. Ну, я вот буду, наверное, искать какие-то вот такие. Чтобы они были поменьше и, наверное, больше подходили моему персонажу. По зачарке и прокачке одежды тоже каких-то проблем особых нет. Слава богу, тут нет никакого критического шанса. То есть, если, допустим, усиляешь, и есть шанс, что у тебя что-то сломается, что-то не прокается, что-то откатится, что-то сдохнет. По БМ, да. У меня 86 тысяч, но я очень жутко прослакал, наверное, первый день. У максимальных топов сейчас 300 тысяч, у меня 86, да. Но я особо не задротил. Это разница между недонатом и донатом. Ну, плюс я ещё не всё сделал. То есть, у меня карнавал идёт, не полностью закрытый. Тут тоже можно поднять ништяки. Также, кстати, шмоточки можно у нас просто призывать. Просто за ключи можно их вызывать. Вот, допустим, вот такие 20 ключей. Сейчас мы поролим. Тут даже, кстати, выпадают нормальные шмотки. Но в этот раз мне не выпало. Ну, ладно. Ничего, как говорится, страшного. Трофей получаем. Также колесо удачи. Крутя его, можно выбрать вот такого вот марка. Крутить мы будем за кристаллы. Ну, и давай немножко покрутим, да. До 4000 спустим. Может, всё-таки повезёт. Не повезёт, но попозже я, наверное, ещё покручу. В общем, такая игруль. Особо затягивать не буду. Всё, что мог, постарался вместить в это видео. Следующий видос будет уже про PvP. Спасибо, что досмотрел до конца. И до встречи на следующем видосике.